Эй, йоу, всем привет, с вами я, Рома, и это уже десятая серия пути до админа. Покажите ваш актив, и следующая серия выйдет намного быстрее. Суть же этой рубрики стать администратором от роли обычного игрока на обычном аккаунте и подняться как можно выше по рангу администрации. Но сегодня у нас ролик немного другого формата, я позвал главного администратора сервера Индиго поговорить. В общем, будет куча интересных вопросов, и желающим стать администраторами будет очень полезно посмотреть данное видео, путь становления и историю Виталия Кука. Также он даст несколько годных советов, так что обязательно досматривайте этот видеоролик до конца. Готовьте рюмочку кумыса, и мы начинаем. Погнали! Так, ну что, я уже нахожусь с Виталием Куком на сервере Индиго, ребятки. Мы едем на новой заряженной бэхе, которая стоит в салоне аж 70 лямов, но это эксклюзивчик. Ну и Виталий с нами в дискорде. Привет, Виталий! Привет! И всем твоим зрителям тоже большой привет! В общем-то, ребятки, у нас сегодня такой эксклюзивчик. Я вам в предыдущем видосе говорил, что он будет. И, в принципе, ребятки, это интервью с ГА сервера, как вы уже поняли. И давай сразу сходу тебе вот такой вопросик для того, чтобы мы как-то раскрылись побольше. Можешь ли ты рассказать вот свой путь с самого начала, как ты пришел к данной должности? Ну, все началось с обычного РП-игрока. Собственно, как и любой другой игрок может встать на пост администратора. Но я пошел через путь лидера. На тот момент, это 2020 год. Вот, проект только открывался. Туда-сюда все двигались. Непонятно, что-то... Для меня непонятно было путь, конечно же, потому что я впервые, так сказать, занимался подобным. Но вот стоял из рук лидера и пошел на пост администратора. Вот, сказать честно, на пост администратора я не шел с большими целями. Я не особо понимал суть поста и пришел посмотреть, что да как. Вот, но как-то все затянулось. И на сервере Блу я дошел до дополнительности главного следящего за агентами поддержки. То есть, помогал обычным игрокам, которые хотели встать на пост администратора, добиться этого. И, соответственно, потом у меня были всякие переводы на черри. Там, также, не все было сразу. Но постепенно дорос до должности заместителя главного администратора. В следствии чего смог участвовать, стать претендентом на пост главного администратора. Не все было сразу и быстро. Но в конце, спустя 6 месяцев на посту ЗГА, я смог встать на должность главного администратора севера Интиго. Так, ну это очень интересная история. А у тебя вот сколько времени заняло, занял весь этот путь? Ну, как вот ты только познакомился с игрой и вот вплоть до ОГА. Не считал, примерно? Ну, получается, этот проект открылся в апреле 2012. На главном администраторе я встал в августе 2021. Ну, получается, больше года. А вот пост, пост ты свой сколько уже занимаешь на данный момент? В августе будет 2 года. Это, получается, год и 8 месяцев, если не ошибаюсь. Ну, большой достаточно срок. Вообще, какие у тебя были эмоции, когда ты вот стал главным администратором? Все, ты там прошел обзвон. Расскажи, как это вот было и вот какие эмоции ты испытывал? Ну, сначала я не пытал особых надежд, потому что есть поговорка. Готовься к лучшему, к худшему, чтобы не было разочарования, если не получится. Но был счастлив, если получится. Сначала такой небольшой парасекундный шок, если можно так сказать, когда ты понимаешь, что ты наконец-то смог. Но сразу же по себе мысли, как это все организовать на сервере? Как поплатить свои идеи? Как улучшить работу администрации? Так, ну, да, это действительно воодушевляет, когда ты добиваешься своих целей. Тем более, стоять на ЗГА полгода и потом, наконец, тебе говорят то, что ты главный администратор сервера. Это, наверное, у тебя был очень радостный денек был тогда. И вообще, вот такой вопрос сходу. Почему ты вообще решил стать администратором? Что тобой двигало? Какая у тебя была мотивация для этого? Ну, это был начало проекта, так сказать, 2020 год. Я не совсем понимал, что это и зачем это. Но, получается, я был девяткой у лидера. Он в сроке прошел на админ. За это время мы с ним очень, так сказать, сдружились. И пришел, он мне придал лидерку, я решил, чтобы тоже дойдут этого. Чтобы вместе с ним постоять. Но не пытал особых надежд, что я там на то, что задержусь. Там, мол, гляну, что и как там, и все. Ну, ну, вот как закрутилось. А ты играл вот раньше в какие-то проекты в САМПе? Там был вообще знаком как-то с игрой? Или вот BlackRussia твой первый и единственный проект? Нет, я был на других САМП проектах. Но, опять-таки, не долго. У меня быстро пропадал интерес. Ну, видишь, сейчас что-то поменялось. Раз ты уже два года аж на посту ГА. Это заслуживает уважения. И вот ты чувствуешь какую-то ответственность за сервер, за его экономику, за состав админов. Вот на тебе лежит какой-то груз? Или ты уже как бы достаточно долго на посту, так скажем. И ты уже не чувствуешь какой-то груз, а просто у тебя вот какая-то ответственность может быть. Что-то из этого. Ну, груза, так сказать, нету, но вот ответственность, она всегда присутствует. Тебе надо постоянно соблюдать хорошую ситуацию на сервере. По администрации, по халтерам, лидерам, по нарушителям проекта, правил их. Это довольно-таки занимает время, эта работа, дабы все настроить и дальше управлять. Но опять-таки, постоянно надо новым администраторам помогать, передать свой опыт, дабы они в будущем могли также занять должность главного админа и также работать постоянно на благо проекта. А вот были ли какие-то вот курьезные такие случаи, где, может быть, тебе запомнился какой-то случай, вот пока ты занимаешь данный пост, не знаю, может смешной, может он какой-то показательный был, связанный с чем угодно, ну просто вот какое-то воспоминание яркое? Ну, особо-таки нет, потому что каждый день происходит какая-то ситуация, и вот в этом всем попутке ситуации какие-то единичные случаи не запоминаются. Так, ну хорошо, а вот как проходит твой вот обычный день? Вот на посту ты вот встал с утратом и вот дальше, интересно. Ну, проснулся, зашел в судилочку, посмотрел, что там админчики есть, нету их, общаются, не общаются, зашел к своим помощникам, это зыгра, кураторы. Дальше в определенное время захожу в игру, контролирую, по необходимости провожу обзоры на пост администратора, общаюсь с главными следящими, с составом, трегулируем их проблемы. Естественно, форум у нас есть, за которым необходимо следить, это жалобы, обжалования, разделы РП-биографии, РП-ситуации, список администрации, чтобы все было актуально. Ну, вот так он проходит ежедневно, плюс-минус. Ну, естественно, есть объемные какие-то моменты, о которых я рассказать не могу на публику, это, так сказать, внутренняя пухня. А вот сколько вот у тебя занимает времени каждый день стоять на данном посту? Я думаю, очень много, вот интересно, сколько примерно? Ну, вот, правде сказать, я не считаю, так как я не приветствован круглосуточно к компьютеру, к компьютеру, к телефону, да, то есть я могу зайти в игру, пойти погулять, потом опять прийти домой, зайти из компьютера, провести обзвончик, пойти там покушать, ну, вот так вот. Ну, это средний онлайн, может быть, какой-то у тебя есть в игре? Ну, есть игровой онлайн, а есть онлайн-работа, так сказать, и он не сопоставим, потому что ты отвечаешь игрокам в личные сообщения, отвечаешь администраторам, общаешься с ними, обзвоны, обзвоны проходят 5 минут, не 10, они длительные. Да, ну, в общем, в общем, это как-то разными, так сказать, эпизодами, но занимает в итоге целый день, как я понял из твоего ответа. Вот, и исходя из этого ответа, сразу же следующий вопрос сам по себе напрашивается, вот, устаешь ли ты, выгораешь там, возможно, тем более ты уже два года аж находишься вот на данном посту, были ли какие-то вот моменты, когда тебе уже не хотелось ничего делать, как-то развивать, и вот такое вот все. Они были, но они были связаны не с игрой, не за то, что вот я играю в игру, а я устал от этого, нет, это скорее было из-за жизненных ситуаций, когда сложно справиться с ними, переживаешь постоянно, и вот такие моменты, так сказать, не всегда находишь силы, чтобы радоваться. А от игры я не устал. Ну, это хорошо, на самом деле, ну, у всех возникают, я думаю, моменты, и у вас, зрители, так же, когда, в принципе, плохое настроение, или что-то случилось, или обстановка в стране, например. Да, это на самом деле, ребятки, не лучшая тема для нашего разговора, но тем не менее. В общем-то, следующий тогда вопросик, расскажи тогда немного о себе, вот именно в жизни, вот чем любишь заниматься, там свободное от игры и время, хобби, может быть, какие-то есть, у тебя работа, учеба? В целом, я учусь сейчас, по своей профессии, так же я уже закончил обучение техниками ранее, вот, я работал по своей профессии в ресторане, поваром, в определенного момента жизни. Люблю футбол, смотреть его, играть в него, это, встанно, большое хобби, которое у меня было по жизни всей. Раньше занимался определенным видом спорта, связанным с единоборством, но потом забросил это. Также я, бывший кадет, обучался в кадетском корпусе, хотел стать военным когда-то, но пошел не туда всех. Ну, достаточно интересное занятие, связанное с единоборствами. У нас, на самом деле, намного больше общего, чем я думал перед этим видеороликом. Какие вот цели ты преследуешь в жизни, в игре, сейчас? Прямо сейчас? Это спокойная жизнь. Больших целей я не ставлю, так как есть определенные обстоятельства, но в целом хочется стать достойным человеком для этого общества и жить так, как я считаю правильным. Хорошая позиция. Я надеюсь, что мои зрители также хотят как-то преуспеть в жизни, найти любимую работу какую-то, свое дело, найти свое, так сказать, призвание, вторую половинку, ну и прочие вещи. Конечно, не все же время играть в игры, какие бы они хорошие не были. Как вот ты относишься, Виталий, к вредным привычкам? Ну, негативно-положительно. Я против курения, так как это убивает людей, но не против того, чтобы люди, например, выпили бокал пина, это нормально. особенно к мясу, это прям вообще волшебно. Говорю как повар. Это прям хорошо. У тебя есть какие-то, я не знаю, какое-то образование в кулинарии? Или ты просто любишь готовить? Да, у меня есть профессия, я повар. Повар! Какова твоя профессия? По профессии своей первой. Сейчас я получаю вторую профессию, это пищевые технологии, управление рестораном и гостиничным бизнесом. Здорово, на самом деле, очень классно. Да, вот, ну, я вот лично к вредным привычкам отношусь, конечно же, ну, как негативно, но я сам уже стал каким-то курильщиком, это во-первых, также к алкоголю у меня нет прям пристрастия, но тоже выпить можно, как бы, ребята, но никому не рекомендую особо начинать с этим дружить, ребята, потому что в конечном итоге то, что вам вот дает сначала в плюс, вот это эйфория, радость, в конечном итоге это перерастает в наибольший минус, чем вы получили, так что, ребятки, дело, конечно, каждого, но мы вот с Виталией не одобряем. Так, ну и вот вопросик такой больше, ну, интересно, как вот вознаграждают вас ГА, там, ЗГА, как вас вознаграждают на посту, это как-то в реальных деньгах исчисляется, или как-то в игре, может не называть точные суммы, потому что, ребятки, как вы понимаете сами, это все запрещается говорить, нельзя это разглашать, но, хотя бы, не знаю, там, порядок цифр, скажи, там, хватает на жизнь, или приходится еще каким-то образом добывать, там, денежные средства, или вообще не платят за это, как бы, вот, интересно. Стоп-стоп-стоп, ты еще не скачал Блэк Крашу? Тогда переходи по первой ссылке в описании под этим видео и получай эксклюзивные награды после одного часа игры. Также заходи играть со мной именно на 11 сервер Индиго и вводи мой ник Роман Виндетта и лучший промокод на сервере хэштег Виндетта. За все это ты получишь еще больше крутых призов. Ну, главных администратора ведь определенная заработная плата, разрешать ее не буду, но в целом на данный момент жизни мне этого хватает. Естественно, если там у меня условно будет семья, то я буду стараться зарабатывать всегда больше, больше и больше, как и любой глава семьи. Угу, ну, да, вот, отлично. Правильная позиция, я считаю. Так, ну, и вот, если бы ты начал сейчас свой путь заново, вот, прям с абсолютного нуля, какие бы ошибки ты вот на своем пути исправил? И как бы именно ты начал путь через лидерку или, может быть, через хелперку или вообще, я не знаю, стал бы каким-нибудь ютубером, после чего как-то вышел на роль ГА, я не знаю, или лицом проекта? Ну, я бы, наверное, пошел все-таки через сходка, потому что это более простой способ, более быстрый, нежели путь лидера. За ютуберство я как-то думал, когда-то пробовал, но ничего с этого у меня не получилось на тот момент. Также пытался заниматься тиктоком, но у меня не хватает на это времени, совмещаясь с главным администратором. Свои ошибки у меня как таковых на посту не было на этом пути, но парням, которые возможно захотят стать на пост администратора, могу дать небольшой совет, это более дробно изучить правила халтерки, правила администрации, правила проекта. Они легкие, они несложные, но если вы их хорошо выучите, вы сможете отстоять данный пост вообще без предупреждений, вговоров и прочих наказаний об руководящей администрации. Это вам намного лучше поможет, даст вам больше возможностей, и вы станете только лучше. Можете сказать что-то больше и помочь проекту и себе. Да, хороший совет, даже мне он пригодится, вот я сейчас занимаю как раз должность хелпера, вы ребята также все это знаете, вот, и еще вот у меня есть такой вопросик по имуществу на сервере, вот считаешь ли ты себя самостоятельным, состоятельным точнее игроком по меркам вот богачей наших, какое у тебя вообще есть имущество и если есть какое-то то мы бы могли его вот прямо сейчас показать в игре. Тебя богатыми точно не считаете сравнивать с богачами, это слишком большая покупность между нами и ними, ведь так как я не работаю, не владею бизнесами, у меня нет такого большого дохода, у меня есть то, что капает как администратору, у меня есть квартирка небольшая, самая обычная как и у всех игроков и несколько автомобилей. А можем тэпнуться, покажешь? у меня в основном автомобили такие недорогие, потому что ну словно Грасс Волгра, я ее когда-то затюнил в ТикТок выложил, Девярточка, это когда она только вышла на проект, я ее купил, чтобы по красоте было, такая вот цанская машина в наших реалиях жизни. Да, ты судя по всему любитель автопрома, российских тачек, ну много фанатов, не сказать. Здесь у меня Бэх F90, вот единственная дорогая машина плюс-минус. Так, ну давай тогда посмотрим это все, если можешь показать. Итак, мы прямо сейчас находимся в Латкаре, на ребятки, вот здесь живет у нас АГА сервера Виталий Кук, так, пока квартирка чуть закрыта, но я думаю там обычный интерьерчик, конечно администрация у нас существует не с целью у ребятки заработка каких-то денежных средств, и если уж так говорить, в политике вот у нас президенты, да, все дела ребятки, вот они должны быть ребятки сугубо и строго обычными такими же гражданами, и Виталий Кук соответствует этому критерию, взяток не берет, так скажем, ребятки, занимает свой пост честно и правильно, вот такая квартирка, в принципе, ребятки, обычный интерьерчик, и давайте сейчас выйдем на улицу и покажем еще тачки, так, выходим, и вот здесь у нас где-то уже тачка стоит, это вот твоя DF90, можешь рассказать, рассказать немножечко про нее? Самая обычная бэха, купил кратерап за миллионом восемь, не помню, девять может, и не торгуешься игроками, я просто пришел, увидел, купил и пошел, у меня нет времени, чтобы там выискивать, торговаться, как-то это все не мое, не хватает на это время, так, можно я за руль сяду, тогда прокачусь, посмотрим, вообще, у тебя стейдж не стоит, да, получается, никакой? Нет, стоковая, стоковая, так, ну, ребятки, пушечка, она, конечно, выглядит очень даже достойно, так, тут, почему-то она не едет, не заводится, интересно, так, может быть, сел аккумулятор, а, фонова что, я редко езжу, поэтому, наверное, сел все-таки, надо бустер купить, а фикс кар так не сработает, да, наверное, мне так не работает, бустер надо, ну, ладно, тогда, тогда уже не будем тестить, в принципе-то, ребятки, вот такая тачка, еще парочку русских тачек из имущества у главного администратора на Индиго, и вот такая вот квартирка, в принципе, у меня все вопросы закончились, спасибо за интервью, так хорошо, душевненько поговорили, в общем-то, отлично, я считаю, провели с пользой время, раскрыли немножечко твою личность, я думаю, многим игрокам будет интересно, кто играет, особенно на сервере Индиго, ребята, в общем-то, сразу лайкосик за это, ну и Виталий, в принципе, спасибо тебе за интервью, и давай с тобой как-то попрощаемся, пропишем тут хай командочку, так, все, ладно, в общем, спасибо, и удачи тебе, на этом 10 юбилейная серия этой рубрики подходит к концу, если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить, и напишите в комментарии, как вам история данного главного администратора сервера Индиго, также не забывайте, что вы можете также подать заявку на хелперку, и в будущем стать уже и администратором, и играть вместе со мной и Виталием, и другими классными ребятами, ссылку на пост хелпера я оставлю в описании, обязательно переходите, ребятки, и становитесь хелперами, а в будущем, возможно, ИГА сервера, а я с вами не прощаюсь, предыдущие и будущие серии этой рубрики, вы можете глянуть в конечной заставке, увидимся с вами там, ну а я желаю вам удачи!